Как я уже сказал, сегодня у нас будет открытый урок из курса ML Ops. Меня зовут Павел Филонов, я выступаю в роли руководителя курса. Если у вас появятся какие-то вопросы в дальнейшем, меня достаточно легко найти по моим контактам в Телеграме. И, по сути, сегодня мы хотим продемонстрировать, ну немножко открыть завесу, приоткрыть завесу того, что происходит на наших уроках и показать пример, по которому обычно идет изложение, какие темы обсуждаются, какие инструменты могут использоваться для их обсуждения и так далее. Естественно, я не смогу буквально за один урок показать все-все-все, но я надеюсь, что создам у вас правильное представление. Более того, мы сегодня поговорим еще и о самом курсе, о его структуре, о его программе, так и о самой образовательной платформе. Немножечко о себе. Я достаточно давно в индустрии, в основном я работал в компаниях, которые занимаются информационной безопасностью. И я начинал, вообще говоря, как разработчик. Очень люблю до сих пор языки C++ и Python, которые являются моими основными. И примерно 7 лет назад я начал еще использовать свое базовое математическое образование, погрузившись в мир машинного обучения. И достаточно удалось мне, посчастливилось работать над очень большим количеством разнообразных проектов в этом мире. И уже тогда я видел, как какие-то из лучших практик разработки ПО, которым я уже к тому времени владел, можно перенести в мир машинного обучения для того, чтобы сделать эти решения, которые построены на основе данных, прозрачными, воспроизводимыми, хорошо автоматизируемыми, хорошо поддерживаемыми, легко обновляемыми. И, наверное, вот оттуда, так сказать, растут корни моего увлечения не просто ML, а я больше всего заинтересован в том, как бы какую-то готовую ML-модель, который уже показывает, ну, интересные характеристики с точки зрения метрик качества, что с ней нужно сделать предварительно или постфактум для того, чтобы она показывала свои результаты не только в презентации PowerPoint, а чтобы она показывала свои результаты уже непосредственно влияя на улучшение бизнес-метрик той компании, которая, собственно, такое исследование заказывает. Конкретно сейчас я работаю часто в области независимого, в роли независимого консультанта. Я как раз помогаю различным компаниям проверить, ML-модели могут ли улучшить их бизнес-процессы или нет. И вот в этом ключе мне очень помогает подход, что я почти никогда не останавливаюсь на уровне только одной презентации или картинок. Мне всегда интересно, как подготовленная ML-модель будет жить в проде, взаимодействовать с реальными данными, как я могу за ней следить, как я могу что-то узнавать таким образом. И главное подтверждать, что те результаты, которые получены на исторических данных, воспроизводятся в онлайне. Ну, это так примерно про что может быть ML Ops. Давайте я ознакомлю вас с планом на сегодня. После вот такого вступительного приветствия и знакомства я немножечко расскажу об Otus. К сожалению, забыл написать про подтемы. Мы сегодня с вами посмотрим один из примеров каких-то практически полезных элементов работы с задачей машинного обучения. В частности, когда мы сталкиваемся с проблемой, что Pandas нам уже не хватает по тем либо иным причинам. И поговорим о том, что его может заменить. После вот такого знакомства с примером содержания я поговорю о команде курса, о его программе. Поскольку я сам приложил достаточно много усилий к созданию этой программы, я могу сказать, могу расписать разные пункты, в том числе их назначение. В конце это такая стандартная структура, которую предлагается онлайн-платформой Otus, и я ее поддерживаю. Но у меня будет свое веское мнение по поводу того материала, который предлагается обсуждать на карьерной информации. Я всегда спрашиваю у продюсеров, нормально, если я вот приду и честно выскажу свое мнение по поводу вот всякой там карьерной информации. Говорю, да, в принципе, это и ожидается. Говорю, отлично. Люди могут послушать еще одно мнение, оно обычно не совпадает с таким стандартно транслируемым в рамках онлайн-обучения. Может быть, вам будет интересно. И в конце буду рад ответить на ваши вопросы, узнать, что для вас было новым, а что вы уже вообще, говоря, отсюда знали. Давайте начнем с правил. Я считаю, что надо пользоваться тем, что мы проводим занятия именно с упором на онлайн-вебинары, то есть то, что люди подключаются, имеют возможность в любой момент задать свой вопрос. Я вижу, что чатик нашелся у наших участников, поэтому задавайте вопросы прям по ходу. Он у меня перед глазами, я так периодически на него поглядываю. И обычно, если я вижу вопрос, я могу просто текущую свою мысль довести до какого-то логического завершения и отвлечься на то, чтобы прокомментировать этот вопрос. Если короткий комментарий, могу прям сразу. Если это прям нужно мне уйти минут на пять в рассуждение, я обычно предлагаю вернуться к этому вопросу в самом конце. Поэтому можете смело задавать прям по ходу. На какие-то я буду отвечать по ходу. Ну и в конце еще дам, постараюсь дать развернутые ответы. Несколько слов о самой платформе. Есть у Отуса миссия проекта. Это образование для повышения качества жизни. Ну, слоган хороший, как я его понимаю? Ну, наверное, я его вижу на самом деле в двух ипостасях. Вот я помню, что я как начал учиться давным-давно, еще 20 лет назад, мне кажется, я с тех пор не могу остановиться. Мне кажется, что обучение – это какое-то мое хобби, это просто как часть моей жизни. Как вот люди, которые, например, занимаются постоянно физкультурой и спортом, говорят, что, ну, они вчера занимались спортом, они сегодня будут заниматься спортом, и они знают, что они завтра будут заниматься спортом. Также и мне кажется, что я вчера чему-то учился, я сегодня чему-то учусь, и завтра я буду чему-то учиться. И вот в этом смысле у меня есть всегда такой интересный мотиватор. А другая сторона вопроса – это, конечно, финансовое. Потому что чем больше мы можем вот этих знаний превратить в какие-то конкретные умения и навыки, тем больше мы имеем возможность претендовать на интересные задачи, а значит, и на хорошую компенсацию. Это гораздо, на мой взгляд, менее прозрачная связь, но она, конечно же, есть. Она определенно есть. Просто часто не работает она магическим образом, что вы вот что-то выучили, и все. Грубо говоря, на следующий день вы способны претендовать на что-то большее с точки зрения компенсации вашего труда. Обычно это процесс тоже, который занимает, ну, время, достаточно значительное время. Не зря практически каждый курс на платформе идет там от трех месяцев и до полугода. Немножечко о самом образовании. Otus имеет образовательную лицензию, и, в принципе, мне кажется, правильно воспринимать практически все курсы платформы – это как курсы повышения квалификации. И это очень важно именно в разрезе нашего курса MLOPS. Здесь, мне вот кажется, очень правильный момент, чтобы управлять ожиданиями, потому что я думаю, что те, кто меня сейчас слушают, как раз это люди, которые размышляют. Вот это подходящий им курс он или неподходящий. Так вот, может быть, здесь я сразу вам помогу. У нас, вообще говоря, есть определенные требования к слушателям курса, и он точно не является базовым. То есть, если вы еще не разобрались в машинном обучении, если вы еще не разобрались в программировании на Python, если вы еще не разобрались в системах контроля версии AliaGid, скорее всего, это курс не для вас. То есть, мы скорее, наш основной участник активный наших курсов – это человек, который уже работает в индустрии, он, скорее всего, уже имеет опыт работы с ML-моделями, и он уже столкнулся вот с этой проблемой, что обучить ML-модель – это можно, здесь все хорошо. Но как сделать так, чтобы она реально работала и приносила какую-то пользу? Вот давайте проверим, да, с помощью нашего чата. Напишите в чат, грубо говоря, сколько у вас есть уже опыта работы именно с задачей машинного обучения. Если нет, так и напишите, что нет опыта. Если есть, напишите, там есть опыт столько-то лет, столько-то лет, столько-то лет. Это мне тоже правильно поможет понять, какая у нас сегодня аудитория, на что лучше обращать внимание. И возвращаясь к теме повышения квалификации и профпереподготовки, то есть, да, вот на нашем курсе прям совсем ожидается, что это не с нуля. Это участники не с нулевым набором знаний. Есть уже какой-то определенный, я к нему вернусь, потому что как раз эти описания, этих требований есть на странице курса. Мы еще с вами их пообсуждаем. Есть на платформе Otus и курсы для начинающих, но вот, как я сказал уже, к MLOPS это отношение не имеет. Я бы скорее рекомендовал сначала посмотреть вводные курсы в машинное обучение. Немножко в цифрах, да, платформа Otus уже насчитывает почти полтысячи преподавателей-наставников. Это люди с практическим опытом, которые как раз им интересно вкладывать свои усилия, свой профессионализм, делиться этим. Вот я в свое время понял, что из меня как-то оно все прет, и я не могу не делиться чем-то. Поэтому я очень давно уже занимаюсь образованием в разном ключе. И в плане высшего образования занимался, и школьного образования, и теперь вот онлайн-образованием. И остальные мои коллеги из вот этой вот полутысячи наставников, тоже в них чувствуется вот это желание поделиться. Кстати, большое спасибо, что отреагировали и написали. Вижу, что у нас в большей части, в большинстве своем, это действительно люди, которые уже имеют опыт разного объема. Есть, да, может быть, от нескольких лет, там, до 4 года и так далее. Это, мне кажется, правильная точка. Скорее всего, вы уже начинали сталкиваться с этими проблемами, что, ну, ML-модельки обучить как-то можно. Вот вопрос, что с ними делать. Вернемся к цифрам. Это уже 15, ну, почти 16 тысяч студентов, которые учились и учатся на платформе более 900 групп. Сама платформа существует 5 лет. У нее достаточно большое разнообразие программ. Мы сегодня будем говорить только об одном. И множество партнеров из индустрии, которые как раз и контрибьютят в эти программы, и заинтересованы пообщаться с успешными выпускниками. После такого краткого знакомства, давайте я сразу перейду, собственно, к содержательной части нашего сегодняшнего вебинара. И я хочу в качестве вот такого я выбрал тему, связанную с, ну, я думаю, что многим известным DataFrame API. Но поговорю я сегодня не просто о Pandas. Мы не будем сегодня знакомиться с Pandas. Я, судя по ответам в чате, готов предположить, что большая часть из вас уже знает, что это такое. Напишите плюс в чат, если вы знаете, что такое Pandas, и напишите минус, если не знаете. Я хочу скорее через вот эту тему поговорить о вот первых проблемах, с которыми начинают сталкиваться специалисты по машинному обучению, когда, начиная работать с короткими маленькими задачами, какими-то учебными, там все обычно хорошо. Дейтасеты маленькие, они легко влезают в оперативную память. Проход по всему дейтасету занимает всего лишь пару секунд. То есть все это работает достаточно быстро. И часто, кстати, и в индустриальных проектах по e-mail с этого все начинается, когда вам дают маленькую порцию данных, а вы с ней работаете. Но отличительная особенность может возникать в том, что в индустриальном применении, вот на практике, почти всегда вы потом начинаете увеличивать объем данных, увеличивать объем данных, увеличивать объем данных. И понятно, что можно вместе с ним постоянно расти оперативную память вашего компьютера, вашего ноутбука. Но эта гонка вооружения, она очевидно проигрышна. Рано или поздно вы выйдете на сотни гигабайт, может быть терабайтные объемы, которые, грубо говоря, просто не влазят в оперативную память одной машины. И на удивление это достаточно легко до таких объемов добежать. В даже не очень больших задачах вопрос как раз именно скорости поступления. И вот тема сегодняшняя, у нас будет два открытых урока. Я решил развивать одну тему через все два открытых урока. Сегодня мы поговорим о том, как можно, стараясь сохранить как можно больше кода, которые мы уже написали на нашем любимом Pandas, справиться с его проблемами как раз с тем, что он в основном все-таки предназначен для работы с небольшими объемами данных. Что я под ними понимаю? Те, которые влазят в оперативную память одной машины. Спасибо большое за ответ. И, собственно, да, я вижу, что все хорошо знают, что такое Pandas. Поэтому мы сегодня не будем знакомиться. Я уже считаю, что вы этим инструментом владеете. Немножечко расскажу про стандартный путь, с которым я сталкиваюсь при работе над разными проектами. Все обычно начинается с маленького объема данных для разведывательного анализа. Попросили у заказчика маленький сэмпл. Сами взяли какой-то сэмпл из большого объема. Нам интересно посмотреть распределение с левой переменной, примерное распределение признаков. Обычно сэмплов 1,1% от объема достаточно для того, если объем изначально очень большой. Этого может быть достаточно, чтобы получить репрезентативную подвыборку, по которой можно делать уже какие-то статистические выводы, строить какие-то графики, изучать признаки. Может быть, смотреть пока хотя бы корреляцию этих признаков с левой переменной, понятно, еще не подходя именно к полноценному ML. Но вот выполнив этот первоначальный анализ, скорее всего, на этом этапе уже примерно понятна задача, понятно, какие метрики, мы будем примерно понятно, как будет выглядеть излечение признаков. Мы начинаем подходить уже к обучению моделей. И здесь ведь работает очень любимая всеми ML-щиками и мной вещь. Чем больше данных мы отправим в трейн, тем, вообще говоря, мы можем ожидать большего результата. Не для всех проектов это может быть прям стопроцентно работает, но в большинстве своем, да, и мы такой эффект знаем. Чем больше мы помещаем в обучающую выборку, тем, вообще говоря, лучше обобщающую способность на выходе мы можем получить. Ну, если там правильно будем управлять гиперпараметрами нашей модели. И здесь уже вот на этом этапе реально столкнуться с задачей, что, ну вот есть у нас 50 гигабайт обучающей выборки, и еще там 10 гигабайт или 5 гигабайт тестовый, или гигабайт сколько нам нужно. Мы хотим на ней обучиться, и попытка это запустить на своем ноутбуке, где, не знаю, на моем, например, 16 гигабайт, у меня не самый мощный ноутбук, туда столько уже не влезет. Конечно, я могу пойти и заказать себе виртуальную машину, но, скорее всего, когда я попрошу себе больше 256 гигабайт, там тоже начнутся уже какие-то вопросы с этим бюджетом. Грубо говоря, вот эта гонка вооружений, ее трудно выиграть, просто накачивая объемы оперативки у одной машины. Нужно искать какие-то другие способы. Ну и не во всех проектах, но в хорошей доле мы постепенно можем столкнуться и уже с бигдата миром. В частности, я работая над системами классификации и детектирования зловредных файлов, часто можно столкнуться вот с таким вариантом. Мы обучаем на большом объеме, реально на большом объеме, почему мы не обучаемся на нем всем. Ну, там не всегда есть разметка, и для применения точно уже нужно применять что-то из бигдата стека, потому что пытаться это запустить на одной машине, ну, это просто вы не дождетесь, пока она досчитается, потому что, и, скорее всего, жесткие диски к этой машине, вы прям вам устанете подтаскивать. Как я сказал, не все проекты сталкиваются с вот этим миром, но, можно сказать, имеют такую возможность. Особенно часто это бывает, когда мы выпустили новую версию моделей, мы хотим пересчитать все исторические данные. Ну, почему бы нет? И вот, проходя через этот путь, мне кажется, здесь часто красные ничи сейчас проходят как раз наш любимый Pandas API. Почему? Уже на этапе разведывательного анализа, где как раз Pandas хорош, и, скорее всего, мы будем его там использовать, мы можем писать уже какие-то заготовочки, писать какие-то функции извлечения признаков, использовать уже его Pandas API для того, чтобы строить фич инжиниринг. А когда мы переходим на следующие этапы, очень бы хотелось, очень бы хотелось не переписывать этот код на что-то другое. Хотелось бы стараться по максимуму оставить код такой, какой он есть, но, может быть, немножечко поменять инструмент, с которым мы работаем. И вот здесь будет прослеживаться такая интересная тенденция, что Pandas задал некоторую моду. Кстати, оказывается, не он, об этом мы поговорим во втором открытом уроке. Но мода такая определенно есть, и многие современные инструменты для работы с данными, они под это подстраиваются. Вот в каком-то смысле про это будет сегодняшний урок. Итак, давайте представим наших основных, так сказать, участников, наших основных игроков, которые... История эта будет разворачиваться у нас с вами на протяжении обоих открытых уроков. Начнем мы, конечно, с всеми нами любимой, милой панды, с которой просто нам будет нужна для разгонки. Дальше мы сегодня уже с вами поговорим о другом инструменте, который называется Dusk. У панды нету своего маскота, но почему-то все привыкли называть ее пандой. У Dusk, я о нем поговорю попозже, тоже нет своего маскота, своего тотемного животного. Поэтому я здесь позволил себе вольность, и в рамках нашего открытого урока я в качестве такового назначу красную панду. Картинка как раз изображает именно ее. Может быть, вам этот персонаж хорошо знаком из мультика «Кунг-фу панда». Помните мастера Шифу? Кстати, уже звучит немножко смешно, потому что Шифу с китайского языка – это будет мастер, учитель. То есть мастер Шифу – это учитель, которого зовут учитель. Ну, да бог бы с ним. Вот как раз у него был образ этой самой красной панды. Такой вот маленький зверек, который считается одним из очень-очень близких родственников. Не зря вот именно как «рэд панда» его и называют. Но у нас сегодня, не сегодня, в рамках второго нашего открытого урока у нас подключится еще один милый зверек, в качестве которого выступит Spark. Spark – это система уже работы с распределенными задачами. По сути, это инструмент именно из Big Data мира. У него тоже нет своего маскота, своего тотемного животного, потому что слоненок, желтый слоненок, Hadoop – это скорее провод Hadoop инструментарии. Spark живет тесно рядом с ним. Но мне хотелось как-то показать некоторую аналогию. Я решил это сделать с помощью фотографий ближайших животных. На удивление, если поизучать, то, оказывается, биологи до сих пор спорят. Панды, они ближе всего к кому? К медведям или к енотам? Потому что с точки зрения эволюции эти подвиды очень похожи на себя, друг на друга. Это вот подразвед собачьих. И если мы будем сравнивать, конечно, левую и правую картинку, ну что там может быть общего? Но обратите внимание, насколько енот похож на красную панду. Да, расцветка другая, но в целом там может быть что-то интересное. И я как раз хочу рассмотреть вот этот вот мой, вот этот только эволюционный путь в моей фантазии. Надо понимать, я не так хорошо разбираюсь в биологии, чтобы прям утверждать, что там будет какая-то эволюция. Нет, это эволюционный путь в моей фантазии. Как мы можем от Pandas перейти к Dask, а в следующем открытом уроке от Dask перейти к Spark. Желательно, желательно, чтобы через весь этот путь у нас что-то сохранялось. Например, сохранялась большая часть того кода, который мы напишем для взаимодействия с этими сущностями. Ну давайте начнем наше приключение. Поскольку мы говорим про ML, значит, мы должны поговорить про какие-то данные. И мне, в принципе, не нужны какие-то дейтасеты именно для обучения ML-моделей, поскольку Pandas все-таки отвечает не за обучение ML. Он часто отвечает за выборку признаков и какой-то фич инжиниринг их. Да, обучение тоже следующие инструменты после него. Но мне нужен какой-то дейтасет, на котором мне было бы интересно посмотреть проблему роста масштабов. То есть когда с увеличением масштабов данных мы сталкиваемся с ограничением инструмента. И в качестве такого я выбрал достаточно хорошо известный Big Data Benchmark от IMP Lab, который включает в себя как структурированные данные, так и не структурированные. Про что это? Это дейтасет про клики на сайты и про какое-то ранжирование сайтов. Поэтому в качестве одной таблички, которая поставляется в этом дейтасете, есть табличесы ранжирований. Есть URL-страницы, есть ее PageRank. PageRank — это такая вот метрика, которая может быть вычислена по специальному алгоритму. Ну, грубо говоря, какая-то некая вероятность того, что человек, случайно блуждая по интернету, окажется на этой странице. Этот PageRank высчитывается именно исходя из графа связей друг с дружкой. И какое-то там среднее время пребывания, может быть, пользователя на этом сайте. Есть информация о посвящениях пользователей, с какого IP, на какой URL, когда, какое, может быть, интересное добавочное ревенье он принес. Это явно что-то, наверное, связанное с показом рекламы, чтобы делать баннеры-крутилки. Вопрос, какую рекламу показать, когда пользователь зашел на этот сайт. Откуда он был, с каким ленджерным кодом, как долго этот визит длился и так далее. Это к разряду структурированных данных. И не структурированные данные — это, собственно, HTML-ки. Это просто HTML-ки, которые содержат в себе содержимое этих самых сайтов. Здесь можно, понятно, ставить самые разные задачи. Например, как раз задача построения рекомендательной системы для рекламы. Но мне этот наборчик потребуется для того, чтобы демонстрировать вот эту метаморфозу наших инструментов. Что в нем мне больше всего нравится? Он поставляется сразу в разных размерах. У него есть версия крошечная, Tiny, где там всего 1200 строк в одной таблице, всего 10 тысяч строк в другой таблице. Да и сырые HTML-документы всего лишь занимают порядка 7 мегабайт на диске. Вот это вот, скорее всего, объемчик, который мы могли бы взять в качестве сэмпла для того, чтобы так чуть-чуть пощупать, что с этими данными можно сделать. И который, ну, как можно понять, в любую оперативную память влезет вообще без проблем. Но кроме вот такого крошечного размера, авторы бенчмарка сразу нагенерировали и позволяют просто скачать с S3 объем, который они предполагают, может обработать вполне легко один узел, одна нода. Там уже побольше информации о сайтах, порядка 18 миллионов записей. Там побольше информации о посечениях пользователя, порядка 155 миллионов. Эти таблицы, одна, конечно, маленькая все равно получается, потому что там всего лишь три поля и занимает она чуть больше гигабайта. А вот вторая таблица User Visits уже занимает порядка 25 гигабайт. То есть это уже на диске. То, что не в каждую оперативную память влезет. Кстати, даже если у вас 32 гигабайта оперативной памяти, да, в принципе, оно поместится, но, как вы понимаете, вам потребует, скорее всего, еще, чтобы, например, считать какие-то агрегирующие запросы или какие-то нетривиальные джойны считать. Поэтому это вот такое уже интересное предельное значение. Объем HTML-документов в сырых тоже, видите, так сделан, как будто примерно под объем в 32 гигабайта. То есть предполагается, что влезет, ну, вот так, на грани. И, так, чтобы уже добить объем, который авторы обозвали пятинодовый. Это с точки зрения чисел просто увеличенное в пять раз все с предыдущего шага. Собственно, предполагается, что это уже будет разворачиваться, например, на пяти узлах в некотором сетевом кластере. Сегодня мы не будем пока затрагивать конфигурацию на пять нод, отставим ее до следующей нашей с вами встречи. Сегодня мы поговорим немножечко о крошечных и однонодовых конфигурациях, потому что уже на однонодовый, ну, например, пандус может и будет испытывать целую серию затруднений. Кроме дейтасета, авторы бенчмарка предлагают еще и какие-то запросы, начиная с самых простых и доходящих до сложных. И вот интересно посмотреть, да, как легко в каком-то таком режиме смертельной битвы, смертельной, потому что при переполнении памяти у нас может умереть ядро, да, и будет у нас kernel died, поэтому, да, в каком-то смысле это может быть смертельная битва. Разные инструменты будут справляться с вот этими объемами. Давайте попробуем провести первый раунд и посмотрим, что у нас, как справится пандус с крошечным объемом. Ну, я думаю, вы уже догадываетесь, конечно, кто выйдет победителем. Конечно же, пандус здесь выиграет. Ну, скорее мне это нужно, чтобы показать, а на каких запросах мы будем тестировать, на каких запросах мы будем смотреть, что все это спокойно крутится у нас. Можно начинать с очень простых запросов. Просто хотим, например, отфильтровать одну таблицу. Хотим, грубо говоря, взять все страницы, у которых page rank больше 100. Очень легкий запрос, простейшая фильтрация. Может быть, захотим в рамках одной таблицы что-то погруппировать. Причем группировка может быть по какому-то функции от поля, да. Когда мы хотим, вот у нас есть IP-адреса, они просто как строка. Да, тут немножечко такой глупый запрос. Тут берется просто подстрока от IP-адреса. Ну, так, там можно было бы умнее, да, можно было IP-адрес сконвертировать. Но вот автор бенчмарка предлагает такой. И взяв группировку по вот этой подстроке, мы сложим все добавочные ревенью. Не знаю, какой может быть бизнес-смысл у этого вопроса. Может быть, посмотреть... Дело в том, что ведь часто префиксы могут определять сетки, а эти сетки могут определять потом географическую принадлежность. Может быть, с помощью этого запроса, на самом деле, тут нужно geoto-DNS применить, но для упрощения его нет. Можно выяснять, с каких стран нам больше всего приносят прибыль разные визиты. Естественно, и здесь, и здесь Pandas побеждает. Просто вот по щелчку мышки все это работает. Ну, давайте быстренько глянем, да, как это примерно выглядит. Напишите плюс в чате, если у вас сейчас со слайдов переключилось на Visual Studio Code, где у меня показано несколько как раз вот этих самых простых примерчиков для прокрутки этих данных. У меня, по-моему, даже не на тайне, а уже сразу на 1-ноновой конфигурации, но, собственно, подойдет. Все исходники, естественно, я ссылочки укажу. Если вам интересно, можете потом посмотреть. Самая главная сложность у этого дейтасета, то, что он уже там разбит по файликам, он партиционирован, да, там не один CSV-файл, там их сразу несколько. Поэтому здесь, вот видите, я вынужден собирать их по кусочкам, да, я пробегаюсь по всем файлам, я считываю каждый файл в отдельности, а потом конкатенирую их просто в один DataFrame. Ну, и получаю достаточно, на самом деле, скромный размер. Это у меня даже не крошечный, но крошечный решил совсем неинтересно. Здесь одна нодовая. Естественно, все вот эти вот задачки выполняются достаточно быстро для расчетов. Когда мы считываем наши User Visits, да, мы можем вычислить и какую-то группировку. В принципе, она у меня тоже пробегает достаточно шустро, да, то есть, грубо говоря, всего полминутки нужно мне для того, чтобы обработать мои данные для такого простого запроса, да, потому что грубая – это все-таки достаточно простой, на мой взгляд, запрос. Давайте посмотрим, что там может быть чуть-чуть поинтереснее. Первая часть, точнее, как, а, запросы связаны уже с извлечением признаков, которые, скорее всего, уже нельзя выразить просто в каком-то SQL-like синтаксисе, ну, иначе зачем нам Pandas? Мы можем ведь с помощью него применять любые функции, любые питоновские трансформации над данными. В частности, я хочу применить это к вот срым HTML-документу. Я могу сочетать все эти HTML-ки, и я, допустим, хочу пройти по каждой строчке в этом документе и с каждой строчки вытащить все гиперссылки, на которые документ ссылается. Ну, как раз, как вы догадываетесь, и мне интересно построить граф связей из всего этого для того, чтобы рассчитывать какие-нибудь интересные графовые признаки. Как я это делаю в самом простом случае? Я могу заготовить некоторую регулярку, которая мне как раз выдергивает вот эти самые урлы, и, считав просто весь объем, ну, крошечный он легко влезает, кстати, в принципе, в оперативную память даже одна нода вывлезает. Я могу к нему применить, собственно, сам apply, и все заканчивается достаточно хорошо и очень быстро для этого запроса, отрабатывает практически in no time. Могу потом даже подсчитать количество, за которое оно выполнилось. То есть сам код здесь у нас достаточно простенький. Вот наша регулярка, небольшая функция оберточка, да, которая просто, если нашелся урл, он вернет урл, не нашелся, вернет none. И я быстренько, собственно, ее применяю, она достаточно быстро пробегает. Здесь у нас тоже победа, никаких вопросов не возникает. Для крошечного объема панда справляется без каких-либо проблем. Давайте посмотрим следующий запрос. Вот это уже потяжелее, то есть здесь явно уже идет какой-то join. Здесь попытка именно заджойнить две таблицы. И там, и там есть урлы, как, собственно, через этот ключ. Мы можем его заджойнить. Я здесь использую пандусовский мерч. Потом еще применяю некоторую фильтрацию. Ну, в терминах SQL это было бы where. Здесь я применяю query для того, чтобы потом после уже мерджа отфильтровать только интересующие меня данные. Сгруппировать, например, по source IP. Применить две агрегационные функции. Для page rank я хочу посчитать среднее. Для дополнительного времени я хочу подсчитать сумму. Потом я хочу еще отсортировать, допустим, по вот этому древеню в убывающем порядке и вывести топ-10. Тоже для маленького объема, как вы понимаете, это не сложная операция. Но вдумайтесь, да, вот join в процессе работы, это уже ведь не самая тривиальная вещь. В самом агрессивном случае join создает декартовое произведение двух таблиц. Но, естественно, здесь хотя бы за счет того, что мы делаем join по условию, у нас все это будет гораздо легче. Но все равно, скорее всего, библиотеке Pandas нужно будет выделять много дополнительной памяти для того, чтобы это все расположить. Потому что часто при таком мердже может идти и частичное копирование. Pandas, конечно, знаменит тем, что он старается максимально делать слайсы и ссылки, чтобы минимизировать копирование. Но начиная с каких-то этапов все равно потребуется делать копии данных. В частности, merge – это операция, которая почти всегда будет приводить к тому, что у нас будет выделяться достаточно большие объемы памяти, причем часть промежуточной, ну и под финальный результат. Здесь мы тоже побеждаем. Pandas побеждает. Чистая победа, да, flawless victory. Давайте попробуем начинать усложнять задачу. Что если во втором раунде Pandas попробует справиться с однонодовой конфигурацией? Напоминаю, первая таблица – гигабайт, вторая таблица – 25 гигабайт, неструктурированные документы – под 30 гигабайт. Уже, кстати, идейка о том, что все, скорее всего, не влезет. Я это все запускал на виртуалке с 32 гигабайтами оперативной памяти. И вот какие там получились результаты. Давайте их обсудим. С простыми запросами, в принципе, все так же. Обе таблицы влазят в оперативную память. Да, тратится время на то, чтобы их считать, да, потому что мы не забываем, что надо теперь их считывать с памяти, с жесткого диска. Ну, 25 гигабайт у меня Pandas считал и развернул в памяти всего лишь за 10 минут. Ну, так. В принципе, уже не очень приятно ждать постоянно. Но когда мы проводим какой-то разведывательный анализ, мы можем с этим смириться. Почему? Ну, мы, скорее всего, один раз прочитаем все в память, все. И дальше будем гонять просто по памяти. Поэтому нас первое чтение может волновать слабо в этом плане. А вот здесь, что любопытно, уже начались некоторые интересные моменты. В принципе, оно работает, не умирает, но очень долго. Я сейчас не помню точных замеров. По-моему, в моем случае это занимало порядка тоже 10-15 минут. Но в чем проблема? Почему вот здесь эти 10-15 минут мне не нравятся? А что, если я захочу поменять регулярку? Мне что, еще раз ждать 10-15 минут на все вот это вот дело? Не хочется. Более того, я, конечно, люблю медитировать на прогресс-бары, которые бегут от TQDM, когда он говорит, что он столько-то работы уже сделал. Но через 5 минут мне хочется уже отвлечься, пойти попить кофе, пойти переключиться на что-то другое. То есть есть опасность. Я буду терять контекст этой задачи. Поэтому в ситуации, когда я как бы сижу над одной задачей, мне, конечно, хочется получать результаты побыстрее. Для того, чтобы не отвлекаться и не терять временное переключение контекста. И здесь вот первый возникает вопрос. Могу ли я как-то легко это ускорить? И первая идея, которая мне приходит на ум, ну, скорее всего, я могу попробовать распараллелить. Распараллелить эту ситуацию. Вижу, что, кстати, есть хороший комментарий по поводу регулярок от Игоря. Что регулярки не сам пандас. Это просто само себе тяжелый. Да-да-да, здесь надо понимать, что я, по сути, как вы видите, от пандаса всего лишь прошу apply. А дальше я просто вызываю питоновскую функцию. То есть там просто работают питоновские регулярки. Да, регулярки – это не всегда быстро, кстати. Это классный инструмент, это очень мощный инструмент. Да, но они сами по себе не всегда быстрые. Но я хочу быстрее. Что я могу сделать? Я вспоминаю. Так, у меня компьютер. Там, скорее всего, уже давно стоят много ядер, процессоры. И размышляя об этом, я вспоминаю, что, о, а питон же у меня почти всегда однопоточный. И питон не умеет как-то хорошо, эффективно использовать многопоточное программирование. Может быть, я могу использовать многоядерное программирование, многопроцессное. И у нас есть, конечно, в питоне замечательный модуль multiprocess. Но когда я начинаю о нем задумываться, я думаю, так, это что? Это мне сейчас надо вручную будет нарезать data frame, создавать multiprocess pool, отправлять туда какую-то таску, потом вручную собирать. Ну, в общем, мне создается ощущение, что кода будет больше, и код не будет вот такой простой, как сейчас перед нами. Это первая идея. Но вторая идея, мне кажется, у любого программиста на питоне должна возникать, и заключается вот в чем. «Хм, мы же пишем на питоне». Когда у нас есть какая-то проблема на питоне, что мы делаем? Мы ищем библиотеку, потому что питон как бы поставляется с батарейками. Там есть стандартная библиотека богатая, но и там есть библиотеки на разные случаи жизни. И вот начиная искать, я могу достаточно быстро наткнуться на такого помощничка, который называется Pandaral. Pandaral – это библиотека, которая сама по себе не так интересна. Она именно позиционирует себя как добавочку к пандусу, ставится она отдельно, ну, pip install, Pandaral – и все в порядке. А что она делает? На самом деле, после того, как мы ее импортируем и инициализируем через единственный метод, у нас Pandas DataFrame неожиданно начинают, приобретают еще один, еще несколько методов. В частности, к методу apply там добавляется метод ParallelApply, который на себя берет вот весь тот самый объем сложности, который я сейчас до этого рассказывал. он аккуратненько нарезает Pandas DataFrame, он запускает multi-process pool, он каждому элементу этого пула отправляет кусочек. Я сейчас не могу точно сказать, насколько он делает это эффективно, потому что в современном питоне можно это делать через shared memory, даже не копировать напрямую, а использовать сильно средства операционной системы. Ну, я надеюсь, если у него есть такая возможность, он использует shared memory. получается, в каждом процессе, который он породил, он запускает вот те самые тяжелые регулярки, а потом он умеет собирать результаты и возвращать нам его в виде обратно привычного на Pandas DataFrame. В чем здесь интересность? Строчка поменялась, но всего лишь одна, ну и добавилась одна строчка с инициализацией. То есть весь тот код, который мы до этого написали, он остался неизменный. И это, мне кажется, отличная идея, которую поддерживают авторы очень многих фреймворков современных для обработки данных, что Pandas задал хороший стиль. Ну, как я сказал, не совсем Pandas, но Pandas поддержал, особенно в питоне, очень такой приятный стиль работы с данными. И многие остальные библиотеки, они стараются либо его копировать из ИС, ну, либо где-то быть рядышком. Некоторые просто пытаются научить Pandas новым трюком. И вот PandarL, его, например, учит трюкам, как это делать параллельно. И здесь задачи уже решаются побыстрее. Ну, вот в примерчике показано, как будет выглядеть прогресс-бар от PandarL. Видно, что у меня там было 8 ядер. И он постарался все 8 ядер заиспользовать для того, чтобы все наши задачки прорешать. И здесь, конечно, трудно получить прям 8-кратное ускорение, но на самом деле близкое к этому вполне. То есть 7-кратное, 7,5-кратное получается достаточно симпатично. Более того, я когда вот это вижу, я начинаю использовать такой трюк. Я стараюсь не нагружать свой личный ноутбук долгими сложными расчетами, потому что он бедный, боюсь, все это не выдержит. Я почти всегда работаю в режиме удаленной разработки. То есть у меня почти всегда есть удаленный сервер, к которому я подключаюсь, где лежат все необходимые мне инструменты, и просто провожу разработку на нем. И поскольку это часто еще и виртуализированная среда, то я привык к такому трюку. Я когда понимаю, что мне нужно больше ядер, я просто иду в панель облачного провайдера, говорю, так, отдайте мне, пожалуйста, 32 ядра. Говорю, так, вот тебе 32 ядра, но стоить будет в три раза дороже. Согласен? Говорю, согласен, мне ненадолго, мне часов на 6. Вот, я просто на 6 часов повышаю свою виртуалку до 32 ядер с 8, прогоняю там все, что мне нужно, делаю это интерактивно, потому что я получил сейчас ускорение уже тогда не там 8 раз, а почти в 32 раза могу получить, если задача хорошо параллелится. Ну, такая задача, как вы видите, она просто параллелится по строкам, она параллелится здесь отлично. Все, как только я понимаю, что я закончил работать, я могу пойти и виртуалочку сказать, так, верни обратно на 8 ядер, я закончил. Говорят, а вот отлично, вы сейчас начнете платить меньше. В том случае, когда это еще и мои деньги, я вообще люблю их экономить. Поэтому люблю считать. С одной стороны, я экономлю свое время, потому что получаю мощности, которые мне позволяют результаты видеть быстрее и быстрее как бы оборачивать мои эксперименты. А с другой стороны, когда мне это не нужно, я это как-то аккуратненько могу даже в ручном режиме схлопнуть. Можно поговорить будет и о том, как это делать автоматически, эластично, но это когда у нас скорее появятся следующие участники нашего балета в виде Spark. Итак, Pandarell, мне кажется, для однонодовой конфигурации вот этот запрос решает. Все с ним в порядке. А вот эту штуку мне, к сожалению, запустить нормально на 32 гигабайтах оперативной памяти не удалось. То есть явно Pandas'у нужно больше для того, чтобы построить вот этот join, когда rankings – это гигабайт, а user visits – это 25 гигабайт. Ему нужно какое-то, я не считал, честно говоря, сколько, но сразу видно, ему нужен определенный дополнительный объем памяти для решения этой задачи. И, как вы, наверное, догадываетесь, здесь происходит вещь, которая, ну вот мы начинаем сталкиваться, когда объемы нашей памяти растут. Вот ядро нашего замечательного джупайтера умирает, утаскивая все, что лежало в его оперативной памяти, заставляя нас это все загружать заново. И как сталкиваться с этой ситуацией, непонятно. То есть здесь Pandas все уже как бы поднимает, говорит, что у него лапки. Почему? Потому что по умолчанию, ну, в принципе, не по умолчанию, а просто by design Pandas все хранит в памяти. Он старается все разместить в оперативной памяти. Если это получается, дальше все, лафа, мы быстренько бегаем по оперативной памяти, быстро находим ответы на наши запросы. Но что делать, если не помещается в оперативной памяти? Да, мы, конечно, можем пытаться делать что-то руками, там, руками считывать файлы по одному и так далее. Но мы тогда потеряем вот этот вот красивый API. Он уже не будет вот такие вот просто последовательные строчки, которые нам говорят, по сути, декларируют, какие операции мы хотим. Как бы исправиться с проблемой недостатка памяти или больших дейтасетов и оставить вот этот симпатичный API? Здесь сам Pandas нам уже не поможет, но помогут инструменты, которые под него мимикрируют. И в качестве одного из таких, да, мы поговорим о DASC. Сначала небольшой разбор полетов, да, по Pandas. То есть он, конечно, идеален для маленьких объемов. И если мы, например, столкнулись с проблемой по скорости, а не по объемам памяти, его можно ускорить. Pandarville здесь поможет. Но сама Panda любит очень много бамбука и требует много оперативки для того, чтобы мы ей постоянно подсовывали. Давайте возьмем третий раунд. И в третьем раунде уже мы выберем не Pandas, а DASC. Немножечко об этом инструменте. Что это такое? DASC — это тоже библиотека на питоне, чисто питоновская разработка. Это тоже библиотека для работы, в том числе, с дейта-фреймами. У него есть несколько структур, но есть в том числе дейта-фреймы. От Pandas его отличают две вещи, два больших раздела. Первое. Он не подгружает все в оперативную память. По сути, DASC-овский дейта-фрейм, он просто, и вы ему указываете путь к данным, которые могут лежать на жестком диске или даже, например, на S3 ресурсе. А когда он начинает выполнять свою операцию, он эти данные по кусочкам начинает подгружать в оперативную память, и там он подгружает их просто как Pandas с DASC-дейта-фрейм. Но он, по сути, на себя уже берет вот эту самую подгрузку по мере необходимости, стараясь при этом посмотреть, насколько у нас сейчас занята оперативная память, сколько мы можем загрузить дисков память, сколько нам нужно оставить. Это отличный путь для того, чтобы решать вот те самые проблемы, связанные с ситуацией, когда памяти не хватает. Где-то придется за это заплатить, конечно. Pandas, помните, один раз мы заплатили за загрузку с диска, мы там подождали пару минут, все, у нас все данные в оперативке, мы быстренько по ним бегаем. Когда мы будем делать запросы к DASC-у, мы будем платить каждый раз. Да, он тоже старается держать данные побольше в памяти, сколько влезает. Но если они не помещаются, каждый раз он будет как бы перечитывать их заново с диска. И это означает, что на каждый теперь запрос, который мы хотим, мы будем платить за дисковые операции. Но не бывает же бесплатных обедов. Ну как, бывает, но придется за ним заплатить просто уже наличными деньгами. Это следующий инструмент. Но здесь уже есть идеи для решения. И вторая сторона. Он может на себя забрать и вопросы, связанные с ускорением вычислений. Дело в том, что для тех коллекций, которые он поддерживает, у него есть свои дейта фреймы, есть и более простые коллекции, такие как массивы или просто некоторые сеты, наборы. Он умеет строить последовательности вычислений, которые нам нужны, если у нас какая-то сложная цепочка, типа отфильтровали, сгруппировали, сегрегировали, что-то там отсортировали. И у него есть разные планировщики выполнения. У него есть самый простой, синхронный, то есть все в одном потоке, на одном процессе, используя, по сути, одно ядро, как Python у нас умеет, он будет пережевывать последовательность операции. Но у него есть режим fredded, когда он использует многопоточность, и многопоточность там реализована, конечно, не питоновская, а, как можно догадаться, сам модуль, как и Pandas, он, конечно, написан на C. И, скорее всего, на C++ там еще хороший кусок есть. И там многопоточность честная, то есть которая будет по-честному использовать ядра без глобального лока. Можно его попросить и в режиме multiprocessing. Это может быть важно, если мы используем много питоновского кода все равно, например, в каких-то user-defined функционах, и хотим и там развязать его. И у него есть и другой интересный момент, который мы сегодня с вами затрагивать не будем, это режим distributed, когда Dask можно расстановить на несколько узлов кластера. И можно работать с кластером, например, из 5, из 10 и 15 узлов, как с одной сущностью. Там будут свои дополнительные элементы, но они небольшие с точки зрения исходного кода, зато они нам открывают путь вот именно в мир как бы больших данных, а в основном это путь, как еще больше и больше ускорять наше вычисление, но используя уже именно масштабирование горизонтальное по машинам, каждая из которых вот этих машин, этих узлов кластера, она может быть сама по себе не очень мощна. Ну что там, не знаю, 16 ядер, 32 гигабайт оперативки или 64 гигабайт оперативки, небольшая машина. Но если таких 10 или 20, это уже может быть 300 гигабайт оперативной памяти или 600 гигабайт оперативной памяти. А вот это уже очень интересно. Можем ли мы наш дейтасет, если он не влазит в память одной машины, но влазит в память 10, вот с ним так работать. Dask – один из инструментов, который это позволяет, но мы поговорим, что у него там появляется очень сильный конкурент на этом поприще. Итак, касаемо наших запросов. Что самое приятное, посмотрите на код. Можете даже не сравнивать с предыдущими слайдами, он вообще никак не отличается. Это точно такой же код. Единственное, что Rankings и User Visits – это объекты немножко другого вида. Давайте я покажу, как это выглядит в Jupyter. Мы здесь импортируем теперь не Pandas, а мы импортируем Dask DataFrame, которые я здесь обзываю как DD. У них практически все копии методов, причем почти все параметры поддерживаются, как и у Pandas. То есть высока вероятность, что просто заменив PD на, грубо говоря, DD, мы с вами получим точно такой же работающий код без каких-либо изменений. Но предыдущий наш код, как вы помните, в некоторых ситуациях мог сбоить и, например, не помещаться в память или работать медленно. Здесь мы по умолчанию он не будет использовать многоточный режим, но если что, мы можем его достаточно легко настроить. Естественно, с тем, с чем справлялся Pandas, он справляется так же. Он хорошо справляется и вот с такими задачами, то есть он умеет исполнять и User-Defined Functions, причем исполнять их в том числе в параллельном окружении. И тоже посмотрите на код, он никак не изменяется. Есть одно маленькое изменение. Давайте я вам покажу его в ноутбуке. Это когда нам нужно сделать уже какой-то непосредственный запрос. Есть вот единственный метод Compute. Вот видите, я здесь сохраняю запрос по группировке. И когда я выполняю вот этот оператор, на самом деле ничего не считается, ничего не запускается. Dask просто запоминает, что он должен сделать. Он запоминает, что чтобы вычислить User-2, нужно сгруппировать вот в таком-то виде и вот по этому полю посчитать сумму. А вот когда я вызываю метод Compute, то, чего не было у Pandas'овских DataFrame, есть у Dask'овских, вот здесь и запускаются настоящие вычисления, которые уже по-настоящему выполняют нужную нам операцию. Но, как вы видите, изменение маленькое. Всего лишь в одном месте, если бы мы в Pandas'е просто попросили его вывести, мы бы написали просто имя. А здесь мы просим его вычислить. Вот и та небольшая разница. Часто ведь, кстати, в коде возникает ситуация, что мы пишем уже какие-то свои функции, куда передаем DataFrame на вход, они что-то с ним делают, возвращают DataFrame на выход. Я, например, люблю очень аннотации типов в Питоне и часто стараюсь аннотировать типами. Но вот иногда, мне кажется, там не стоит прям явно вписывать, что это будет Pandas DataFrame, потому что потом это, в принципе, может замениться на Dask DataFrame. При этом API, Pandas'овский API, он остается. В этом, мне кажется, одна из главных фишек и преимуществ Dask'а. Он именно оставляет привычный нам API, ну и сам Dask чисто написан на Питоне, поэтому это инструмент, привычный для питонистов. С такой задачкой он справляется тоже без проблем. И с Join'ом на однонодовой конфигурации он справится. Это займет у него уже время. Это уже займет у него определенное время. Но Pandas'у, например, такой запрос был просто не под силой. Dask, потратив определенное время на вычисление, тоже без какого-либо изменения исходников, уже даст нам ответ на этот вопрос. То есть мы, по сути, можем весь код, который мы написали, использовать и переиспользовать, не меняя его, только мы теперь подменяем, по сути, тот инструмент, который у нас лежит под низом. Раньше это была наша милая панда, а теперь это Dask вот в роли такой красной панды, которая со своими нюансами, но позволяет нам решить поставленную задачу. Вот это такая важная мысль, которую я хочу, чтобы вы запомнили на вот этом открытом уроке, и будем мы ее продолжать на следующем. К сожалению, у меня бюджет времени не позволит рассказать все за один урок, поэтому у нас, например, курс вообще состоит из 43 вебинаров, если я правильно помню сейчас числа. И здесь я стараюсь как раз больше, может быть, вспомнить каких-то конкретных примеров, и вообще мне не свойственно бежать через урок. Я считаю, что лучше идти не спеша, давая возможность подумать над теми тезисами, которые я предлагаю, попробовать какие-то примерчики, в том числе, если есть такая возможность интерактива. В рамках открытого урока не всегда получается, но, например, на вебинарах я люблю заготовить все вот эти ноутбуки, ну, может быть, там с небольшими изменениями объемов данных, чтобы они побыстрее крутились, и просто выдавать прямо во время вебинара доступ студентам, чтобы они прямо за мной повторяли и пробовали. Получали таким образом тоже некоторую вот механическую память запоминания. Вижу в чате вопрос от Андрея, параллелится ли запрос с регуляркой автоматом, или другой метод нужен. Автоматом не параллелится, даст к автоматам не параллелит, нужна настройка. Там при инициализации его клиента можно указать, пожалуйста, сделай это в параллельном режиме. Ну, по сути, Даску не нужен пандарлел, у него есть свой встроенный. Но по умолчанию нет. Вам нужно это будет добавить самостоятельно в его настройки. Получается, что и вот над тем, над чем пандас не мог справиться, Даск-то здесь как раз может хорошо выиграть. Давайте я подведу некоторые заключения под именно тему нашего открытого урока, а потом поговорим о курсе, о его структуре и о его команде. Здесь есть список материалов, на которые я ссылаюсь. Если вам интересно, можете пройти, посмотреть на сам бенчмарк, посмотреть на Даск. Тут есть несколько и ссылочек по поводу следующего нашего открытого урока, в том числе последняя ссылка на исходники на GitHub. Если у вас есть вопросы, ставьте плюсики, если вопросов нет, ставьте минусики. Но это такой вот способ иногда понимать, что мы сидим просто и ждем вопросов друг друга, поэтому минусы иногда позволяют понять, что вопросов особо нет. Ну или просто задавайте их. А я сейчас зачитаю, как раз прокомментирую. Игорь спрашивает, нужно создавать кластер Даск при работе на одном хосте? Нет. Отличный вопрос, Игорь. Очень хороший вопрос. Как раз нет. Если вы работаете на одном узле, не надо ничего настраивать. Все, что вы делаете, это pip install desk и import desk. Все. Если вы, да, вот, а вот если вы хотите на несколько узлов, вам нужно будет на каждый узел его поставить и запустить его к воркеров. А вот когда вы работаете на одном узле, преимущество в том, что ничего дополнительного не надо, как мы обычно с вами привыкли. Просто импортируем из Python и пользуемся. Спасибо. Спасибо за отличный вопрос. Задавайте. У нас есть небольшая задержка. Я буду смотреть за чатиком и на них отвечать. Даже пока рассказывать следующий момент. Здесь я хочу переключиться с исходного кода уже на страницу нашего сайта. И давайте познакомимся с нашим курсом поподробнее. Итак, наш курс, он живет в разделе Data Science. Как я уже сказал, мы его позиционируем именно для тех, кто уже знаком вот с машинным обучением, понимает, что такое построение ML-моделей и заинтересован в том, как выводить это в прот и как взаимодействовать с этим в живой природе. Вот, собственно, наш курс. У нас тут, видите, полная дружба всего и Spark, и Big Data Stack, ОТОС. Это, по-моему, какой-то вид совы называется ОТОС. Отсюда и название в том числе онлайн-платформы. Несколько слов, да, о нашем курсе. В качестве основного партнера у нас выступает СБЕР, и в том числе некоторые из наших преподавателей активно продвигают практики ML-опсов СБЕР. Я не буду зачитывать все, да, я всего лишь обращу ваше внимание вот на что, да, это на набор различных инструментов, то есть мы понимаем, что одной из сложностей при работе с современными ML-проектами это действительно стал, так сказать, сталкивание с миром Big Data Stack. То есть все чаще и чаще приходя в какую-то компанию, на какой-то проект, Data Scientist можно столкнуться с ситуацией. Ему говорят, что ну смотри, вот там вот Hadoop, там данные, а вот там вот кластер Spark, с помощью него данные обрабатывать. И в принципе предполагается, что человеку все рассказали. Все, вот там данные в Hadoop, вот, пожалуйста, Spark для обработки. Вопрос дальше в том, а что с этим делать? И вот это часть этих вопросов мы, естественно, разбираем обязательно в рамках нашего курса, потому что это очень уже такой ходовой кейс. И второй очень ходовой кейс. Ну мы сделали нашу модель, нам говорят, ну отлично, заворачивай, в общем, ее в Docker контейнер. Вот там вот Kubernetes Cluster, вот тебе, собственно, ключик доступа, деплой туда. В принципе, тоже вот все чаще и чаще я сталкиваюсь с ситуацией, что это вот все, что вам говорят, и как бы считается, что ну дальше вы должны знать. Это в свое время, как раньше, действительно, я помню вот этот переходной процесс, когда, например, лет 15 назад приходит человек в компанию, даже начинающий программист, ему говорят, ну вот там вот, короче, 15 лет назад, скорее всего, еще высока вероятность там, там SVN репозиторий, иди, забирай проект. И вопрос, который получаете от этого нового сотрудника, такой, что такое SVN? И вы думаете, ой, чему вас там учат в университете? Слава богу, по-моему, последние уже лет 10, скорее всего, то есть человек, который приходит, и вы ему просто говорите, в общем, там гид, все, ему больше ничего не надо, он уже знает, что это такое, как с этим работать. Но проблема в том, что со временем все больше вот этих вот знаний по умолчанию появляется, и мне кажется, от современных инженеров, в том числе в мире data science, часто не просто требуют, что ну вот там вот VGG, пожалуйста, обучите для CV-шки, или вот возьмите там, пожалуйста, такой-то T9 для ваших NLP-шных задач, ну это ML-щики, которые специализируются на этих областях, они вроде понимают. Но вот реально их можно сказать, что а данные у нас вот там в Hadoop, вот в Spark вам, пожалуйста, или деплойте в Docker, вот пожалуйста вам Kubernetes. Собственно, вот на эти разные аспекты, с которыми может столкнуться человек в реальности, мы и обращаем внимание, особенно когда ему потом говорят, что ну и где твои метрики, как мы будем следить за тем, как твой сервис в этом Kubernetes живет. Это тоже достаточно важная часть. Из-за каких-то интересных особенностей. Естественно, все это нужно показывать на инфраструктуре, приближенной к боевой. Поэтому у нас есть договоренность с Яндекс.Клаудом для всех участников курса. Яндекс.Клауд выдает промокоды. Они выдают достаточный, на наш взгляд, кредит, на который вы в течение обучения можете спокойно запускать необходимое количество виртуалки, поднимать Spark кластера, разворачивать Kubernetes кластера. Может быть, этого недостаточно, чтобы развернуть их на полгода, но для того, чтобы развернуть их на одну-две недели, пока вы делаете соответствующее домашнее задание, этого должно хватить. Плюс все основные примеры мы показываем именно через Яндекс.Клауд, как развернуть. Начиная от самых простых, уже на первом вводном занятии. Я просто предлагаю решить такое упражнение. Это всем зайти, зарегистрироваться, создать себе виртуалку, зайти на нее удаленно, что-нибудь там поделать очень легкое. Это самое как бы простое. Это на первом вводном занятии. А дальше уже там как сохранить данные в Object Storage, он же S3, как развернуть себе Spark Кластер для обработки этих данных, где тут Kafka, если нам нужен стриминговый процесс, где тут Kubernetes Кластер запускается, а как мне туда прикрутить мой мониторинг и так далее. В том числе в разрезе, а как бы сделать еще так, чтобы это не очень дорого стоило. Это на удивление становится актуальным вопросом, когда мы начинаем активно использовать облако для работы. Здесь, мне кажется, будет хороший момент чуть-чуть остановиться и посмотреть на набор вопросов в чате. Игорь спрашивает, в Jupyter Lab есть Dask Widget. Можно ли тебе про него рассказать? Я не помню точно, по-моему, это визуализатор. Он позволяет показать текущее состояние вот шедулера. То есть в той ситуации, когда в шедулере есть несколько потоков или процессов, или даже один. Он показывает именно вот работы с данными. Сколько сейчас загружено в оперативку, сколько лежит на диске, на какой стадии находится Dask. У него есть своя, кстати, такая визуализация. У него есть свой веб-клиент, свой сайтик он как бы поднимает, можно браузером зайти. Но вот в Jupyter Lab есть виджет, который, скорее всего, делает то же самое, я думаю. Он заходит и подключается к Dask, когда Dask уже развернут именно в режиме worker. Так каково. Спрашивает, будет ли презентация со ссылками на почте. Презентация обычно прикладывается к записи на YouTube. Вот. Ну, если что-то не найдете, то вы, да, обязательно спрашивайте у программы курса и, конечно, все презентации, слайдики будут прикреплены. Так, вот у нас идет прямо сейчас в живом режиме наш открытый вебинар. Следующий у нас будет 16 ноября. Немножечко о наших преподавателях. У нас получился достаточно интересный набор специалистов из разных областей. Да, с разным опытом. Кто-то с большим углублением в ML, кто-то с большим углублением в дейта инженерию, кто-то вот больше специализируется именно на таком вот интересном ML-опсе. Каждый из преподавателей имеет достаточно большой опыт. У нас как раз поделены в том числе и темы по областям специализации. Я часто отвечаю за какие-то вот общие вещи, за процессы, целеполагания. Также меня всегда очень интересует валидация моделей в онлайне, потому что я почти никогда не встречал, чтобы в онлайне, когда модель уже применяют, можно было получить точно такие же метрики, как на рафинированном историческом дейтасете. И я всегда люблю блок про развертывание, дакеризацию моделей в Кубернетусе с подключением к ней различного мониторинга. Я думаю, что другие наши преподаватели, когда будут вести у вас занятия, немножечко расскажут про себя. Про вот необходимые знания. Здесь прям хочу отдельно остановиться, да, еще раз, чтобы правильно управлять ожиданиями от нашего курса. Вот мы действительно, мы не будем учить программирование на питоне. И мы будем минимально учить построение веб-сервисов на питоне. Да, то есть про FastAPI расскажем, как примерно запускать, покажем, но большую часть все-таки нашего курса это не программирование на питоне, поэтому мы бы хотели, чтобы наши участники уже это умели. Не обязательно там на совсем крутом уровне, нам хватает вполне такого обычного нормального питона без каких-то сильно больших укротов. Скажем так, метаклассы мы писать не заставим. Все будет гораздо проще. Но и обучать основам питона это не задача нашего курса. Дальше, касаемо ML. Тоже не задача нашего курса обучать основам ML. То есть мы предполагаем, что человек уже знает, что такое классификация, регрессии, признаки, целевая переменная, XGBoost, CatBoost, линейная регрессия, нейронная сеть, TF-IDF, Word2Vec, наивный байос. Вот мы этими словами уже пользуемся. То есть мы уже считаем, что вот мы сказали, оно понятно. Нет, конечно, всегда и даже нужно, если встретили какой-то термин, который вот просто преподаватель так спокойно использовал, но вы его не знаете, спросите, конечно, у него, он просто скажет, что, а, ну, давайте я сейчас кратко расскажу или там в конце, допустим, занятия расскажу поподробнее. То есть это не означает, что если вы что-то не знаете, это сразу означает, что вот вы должны были это знать. Нет, всегда бывает, но я думаю, что, по крайней мере, основную терминологию, грубо говоря, давайте так, если вы решали когда-нибудь задачи ML, это может быть Kaggle, опыт, это может быть и желательно, это опыт реальной боевых задач, этого будет достаточно. Если вы никогда сами не решали ни одной ML задачи, скорее всего, вам не все будет понятно из того, вот чем наши преподаватели пользуются сходу. Ну, и с точки зрения технологии мы ожидаем, что вы знакомы с операционной системой Linux, то есть не обязательно вы Linux-профи, но, грубо говоря, как делать навигацию по файловой системе, какие есть базовые команды, почему это так? Дело в том, что, ну, почти всегда, когда мы говорим о технологиях виртуализации и развертывания каких-то веб-сервисов, это почти всегда Linux. Когда мы говорим о Spark, это Linux. Когда мы говорим о Kubernetes, это Linux. Поэтому здесь есть предположение, что вы, как пользователь этой системы, вы не обязаны быть администратором, но как пользователь вы чувствуете себя комфортно, что вы, ну, имели хоть какой-то опыт работы с докером. Да, есть отдельный вебинар, где мы будем пытаться углубить этот опыт до того уровня, который нужен, обсуждая уже, может быть, элементы оптимизации слоев или передачи образов с одного узла на другой. Грубо говоря, если вы примерно знаете, что это такое, этого будет достаточно. Дальнейшее знание будет приобретаться. Git, вот это вы просто должны уже уметь. Это мы даже не, нет ни одного, не то, что вебинара, даже кусочка вебинара, у нас просто там сразу уже в первых ДЗ говорит, пожалуйста, все в GitHub. То есть вот здесь мы уже предполагаем, что вы это знаете просто сходу. Собственно, поэтому я здесь и отдельно останавливаюсь, чтобы не попасть в ситуацию, что вы записались на курс, пришли, смотрите, что происходит, потом приходите и говорите, слушайте, а вот агит это что? Вот скорее всего мы ожидаем от наших участников, что ответ на этот вопрос вы уже знаете. Игорь спрашивает отличный вопрос, кубернета знать или научим это за основу? Вот это кубернету знать не надо. Да, это уже, мне кажется, перебор, требовать знания кубернета. Здесь как раз мы не будем изучать его весь и целиком, но те сущности, которые нам нужны, там, поды, реплика с этой, деплойменты, сервисы, ингрсы и то, что с ними связано, это мы будем разбирать, причем вот эта тема даже нескольких вебинаров. Так что здесь отличный вопрос, Игорь. Нет, вот это вот, даже здесь видите, в прореквайментах этого нет. То есть это действительно уже специфическое знание, и вот задача как раз наша, это эту, ну, мягко скажем, нетривиальную технологию преподнести в правильном соусе, да еще показать, где-то может быть какая-то ML-специфика, которая обычно связана с спецресурсами, или то, что ML-модели могут прожирать много оперативной памяти. Несколько слов о программе, я себе позволю в конце. Я не буду проходиться детально по каждым модулям, я давайте расскажу идею. Идея такова, вот эти модули, это, на мой взгляд, и на взгляд моих коллег, это этапы развития ML-проекта. Потому что, на удивление, я всегда люблю ML-проекты начинать не с моделей, не с кубернетусов, даже не с кода. Я люблю начинать с общения с заказчиками и понимание, скажите, а какие у проекта цели? А какие у него метрики? А какие бизнес-метрики? А как бы нам придумать, как эти бизнес-метрики связать с нашими DS-метриками? А как мы потом это будем проверять? То есть, на ранних стадиях вот это вот все стоит обсуждать, потому что, если мы сделаем классную ML-модель, но, оказывается, мы ее проверить нормально не сможем, то многое из того, что мы сделали, могло быть бесполезным. Отсюда, вот мое видение, что на самом раннем этапе надо поговорить о процессах. Чуть-чуть будет, мы затронем командную работу. У нас в рамках курса в основном работы идут индивидуальные, но если вы не знакомы с какими-то интересными практиками, как организуются процессы разработки ML-продуктов, типа вот я активный участник сообщества LeanDS, которое пытается развивать Lean-методологии в рамках Data Science, и есть интересные процессные фреймворки, которые показывают, как могут развиваться ML-проекты. Вот мы про них по крайней мере стоит знать. Собственно, про это будет в первом модуле. Следующий пункт это инфраструктура. Это вопрос о том, что, ну хорошо, сразу давайте думаем, где это будет жить, где будут лежать данные, где мы будем обучать наши модели, как мы будем делать так, чтобы сразу несколько специалистов могло проварять свои гипотезы с этими данными и корректно сравнивать результаты друг с другом, куда мы будем сохранять наши модели, чтобы другие могли их переиспользовать, какие нам потребуются для этого базовые блоки, какие нам потребуются распределенные файловые системы или системы хранилища артефактов, как нам всю эту инфраструктуру получить, желательно практически быстро и почти забесплатно, если у нас есть возможность работать с облаками, если мы говорим про корпоративную инфраструктуру, то там обычно тоже есть некоторые внутренние облака, которые позволяют, поэтому здесь оно будет похоже друг на друга. Сколько это нам все будет стоить, вообще говоря, хорошо учитывать, потому что даже когда мы говорим про внутреннюю корпоративную инфраструктуру, там часто бывает такой вопрос бюджетирования, то есть вы говорите IT-отделу, что вы хотите вот столько-то виртуала коллоцировать, они вам говорят, ну вы тогда забюджетируйте, пожалуйста, в следующем году столько-то денег. Мы будем докупать под вас железо, пока пользуйтесь. Вот этот удивительно важный этап, как это будет выглядеть с точки зрения вот этой инфраструктурной платформы. Уже после этого, мне кажется, правильно говорить о подготовке данных. Данных, ну в Kaggle style это всегда какой-то один файлик лежит, ну ладно, несколько файликов. Обычно это немножко по-другому выглядит. Обычно в живом мире это есть какие-то базы данных, куда данные поступают постоянно. То есть данные еще постоянно обновляются, они еще и меняются. И хорошо, если они просто хотя бы увеличиваются в объемах, а могут вообще говоря меняться старые. Поэтому нам нужен какой-то, скорее всего, прям периодический процесс этой подготовки. Это не то, что мы один раз скачали и все. Нет, скорее всего, это будет процесс, который будет на регулярной основе нам подсасывать новые данные, из которых мы будем формировать наши обучающие и проверочные дейтасеты. Возможно, мы обучающие и проверочные даже будем обновлять со временем для того, чтобы в них были именно актуальные данные. Какие инструменты автоматизации нам для этого помогут? Причем здесь, как говорится, Airflow или то, что сейчас потенциально пытаются предложить ему на замену. И вот после того, как мы подготовили наши данные, уже, наверное, извлекли из них какие-то признаки, возможно, в распределенной среде, потому что данных может быть много, мы будем говорить о моделировании. Причем моделировании, мы будем говорить о его специфике, связанной, например, с тем, а как бы нам делать модельки попроще? Как бы нам делать их интерпретируемыми? Как бы нам их сохранять как артефакты? Какие системы нам позволят помнить, что за модели мы сохранили, какие у них характеристики, как отслеживать эксперименты по нашему моделированию? Здесь будут активно такие инструменты, как Airflow, участвовать. Как нам обучать модели распределенно? Какие у нас есть для этого готовые способы? Для этого стоит обратить внимание на Spark или интеграцию популярных моделей со Spark для распределенного обучения? Вот на этом этапе возникает то, на что, например, на Kaggle тратится все 100% времени. Вижу еще вопрос стать от Игоря. Я немножко так буду переключаться, потому что мне кажется отвечать на ваши вопросы это интереснее и мне, и вам. Игорь спрашивает, после курса на примере Яндекс.Клауда в корпоративном облаке будет сильно похоже? В чем-то да, в чем-то очень сильно. Почему? Например, Кубернетус он почти везде очень похож, Spark почти везде очень похож. Вот, к сожалению, не в каждой корпоративной инфраструктуре можно встретить такую вещь, как S3, он же Object Storage, она очень классная, но почти всегда, если нет S3, где-то есть HDFS, ну, если есть Spark, точно есть HDFS. Мы будем рассматривать эту систему тоже. Поэтому мы, наверное, я так перефразирую немножко вопрос Игоря. Не затачиваем ли мы наш курс под какие-то такие элементы облака, которые потом нельзя переиспользовать внутри корпоративной инфраструктуры? Ответ нет. Мы как раз специально не пытаемся туда идти, и, например, у Яндекс.Клауда есть такая вещь, как Data Sphere, есть Data Lens, и вот мы специально их не рассматриваем, потому что они как раз уже, это специфичный для Яндекс.Клауда инструмент, они немножечко под него заточены. Поэтому мы как раз рассматриваем те инструменты, которые, скорее всего, будут и в корпоративной инфраструктуре тоже, то есть они там будут часто используемы. Спасибо, спасибо за, Игорь, за отличный вопрос, задавайте дальше. Я же вернусь к обзору нашей программы. Интереснейший этап валидации. Казалось бы, обучили модель, и все? Нет, здесь желательно понимать, как мы правильно будем ее валидировать на тестовой выборке, как мы будем, опять-таки, говорить о ее интерпретируемости, как мы будем понимать, что вот то, что мы получили на тестовой выборке, с хорошей вероятностью, это то, что мы получим потом, когда ее запустим. Потому что, вообще говоря, не факт. И уже убедившись, что вроде, да, мы не просто обучили модель, она хорошо себя показывает на отложенной тестовой выборке, мы готовы перейти к ее развертыванию. И вот здесь ее упаковка. Во-первых, какие сценарии развертывания есть? Потому что есть такие сценарии типа пакетной обработки. Мы должны нашу модель запустить раз в сутки, она вот оттуда возьмет данные, сделает свои предсказания, вот в эту базу предсказания положит. Есть такой паттерн. Есть паттерн, когда данные нам идут через потоковую систему, какую-нибудь систему очередей типа Kafka или просто event-стриминга. И мы должны просто брать эти данные на потоке, обогащать их своими предсказаниями, своей модели, и результаты складывать либо в другой поток, либо, может быть, в базу данных. Третий режим, когда мы должны делать веб-сервис внутри нашей сети, например, или мы хотим выставить его наружу в интернет, к нам будут ходить пользователи, задавать наши модели, передавать модели-объекты для инференса. Она должна их, собственно, предсказывать. Причем иногда, и даже иногда часто, бывает так, что вместе с запросом нет всех признаков. Поэтому здесь будет важно рассмотреть такую сущность, как feature storage, когда, оказывается, не все признаки могут быть переданы запросам. Часть признаков, она должна рассчитываться тоже в некотором онлайн-режиме, и нам эти признаки должны быть как-то модели доступны. Для этого есть и соответствующие уже готовые инструменты, но главное там скорее понять подход, как это реализовано. И вот после того, как мы все это развернули, оказывается, здесь тоже работа не заканчивается, потому что следующая часть это, а как мы теперь будем вообще следить за нашей моделью? Как мы поймем, что она, во-первых, работает правильно? Как мы поймем, что у нас нет дрифта данных, что у нас нет дрифта признаков? Как мы сможем, этот интересный вопрос, узнать, а какие ее метрики качества в онлайне? У нас ведь в онлайне нету таргетов, у нас нету ground truth, у нас нету значения целевых переменных, у нас есть такое предсказание. Можем ли мы там предложить какой-то, может быть, процесс, а не инструмент привлечения экспертов и людей для того, чтобы мониторить в онлайне метрики нашего качества и смотреть, когда пошла деградация? Вот такие вот вопросы мы будем обсуждать в разделах мониторинга. И последним этапом это, чтобы объять все вместе, мы предлагаем вам сосредоточиться на некоторой проектной работе, на финальном проекте, который, ну, может представлять собой либо весь этот путь, либо какой-то его значительный кусочек в рамках той задачи, которую вы захотите решить. Если для подкрепления предыдущих семи модулей это мы предлагаем вам ДЗ с конкретной уже задачей, с конкретной постановкой, даже с конкретными данными, которые можно будет брать, то в рамках проектной работы вам предлагается уже самим придумать. Вы можете взять что-то из ваших рабочих задач или домашних проектов, ну или будут идеи, откуда можно взять вдохновение. Да, можно взять какую-то простейшую когловскую задачку, но сосредоточиться не на том, чтобы сделать ML-модель с максимальным качеством, а сосредоточиться на том, чтобы построить весь вот этот конвейер вокруг этой модели, чтобы она могла регулярно переобучаться, получать новые данные, автоматически разворачиваться, принимать запросы. Все это можно было бы мониторить и понимать, как она вообще живет в реальности. Вот это краткий пересказ примерно полугода работы, которую мы проводим с участниками нашего курса. Так, смотрю на вопросы. У Игоря отличные вопросы. Стримы данных будут ли в курсе? Да, будут стримы данных, например, кавка. С точки зрения, например, как ее развернуть в облаке, ну это бывает. А дальше немножечко поговорим, да, о структуре топиков партиционирования и сосредоточимся, например, на взаимодействии из Python и, наверное, упомянем про Spark Streaming, да, когда возможность подключаться к кавке через Spark инструменты. Вот, на ее примере. Да, да, это вторая часть вопроса, например, как подать телеметрию на вход. Да, это один из паттернов inference, когда мы, наша модель не веб-сервис, который там request-response, да, там по HTTP, а ей просто дают поток данных, она должна его вытаскивать и делать какие-то прогнозы. Вот какой-нибудь проект могу привести. Я часто специализируюсь на anomaly detection в multivariate time series, то есть в многомерных временных рядах. И у меня как раз очень частый паттерн, что значения этих временных рядов, они идут как через потоковую систему, а моя модель, она просто съедает эти вещи и прогнозирует, то есть детектирует аномалии. Это вот один, у меня есть несколько прям проектов в моем портфолио, когда такая задача решалась. И там работа вот с таким event-стримингом, мне казалось, это всегда был самый удобный и лучший способ для развертывания, который не требует каких-то больших сложностей, при этом отлично держит нагрузки. Спасибо большое, Игорь, за вопрос. Так что да, я надеюсь, что ответил, что это будет. Ну и если интересно почитать поподробнее, здесь можно будет скачать, собственно, программу. Про процесс обучения, я думаю, вы знаете, но я подчеркну, наверное, самую важную вещь, которая, я считаю, отличает, сильно отличает Отус от других образовательных платформ. Это принципиально онлайн-вебинары. То есть именно возможность быстро получить ответ вопрос, возможность не просто что-то послушать, а порешать какие-то задачки. Я и другие преподаватели курса, мы любим прям по ходу вебинара дать какую-то задачку на 5 минут, на 10 минут, дать возможность вам ее решить, потом решить ее вместе с вами, обсудить отличия решений, отсюда чему-то научиться, потому что если просто слушать, от этого приобретаются знания, но кроме знаний есть еще навыки и умения, а вот эти две вещи, они приобретаются только тогда, когда вы пытаетесь решить какую-то задачу своими руками, сталкиваетесь, возможно, с какой-то проблемой, преодолеваете ее, ну и в итоге гораздо лучше закрепляете материал. Ну и в конце немножечко про карьерную информацию, я обещал, у меня здесь будет своя точка зрения. Вот этим слайдом я думаю, что хочется сказать, что много есть вакансий, но Data Scientist, знаете, вот в чем проблема, вот Data Scientist это такой непонятный зверь, мне очень нравится аналогия, которую проводил Леша Натейкин, это наш великодушный диктатор сообщества ОДС, о том, что Data Scientist это как веб-мастер начало нулевых, вот знаете, в начале нулевых были такие веб-мастера, он и наш ТМЛ и пописать, и КСС, и на какую-нибудь PHP, и базу данных настроить, и сервер поднять, и принтер починить заодно. Вот это я прям вспоминаю начало своей вообще карьеры еще в студенческие годы, да, вот такие вот веб-мастера. И вот современные Data Scientist, мне кажется, вот они как будто вот такие вот веб-мастера, потому что с точки зрения разработки веб-сайтов там уже достаточно хорошо все разделилось. Есть фронт-энд-разработка, есть бэк-энд-разработка, есть дизайнеры, есть администраторы баз данных, ну ладно, они часто соединены с бэк-энд-разработкой. Есть operations, которые, ну, тоже в рамках DevOps, они могут быть совмещены. Есть QA, специалисты и так далее. То есть это уже сильно разные роли. В мире ML тоже эти роли выделяются, да, выделяют data-инженеров, выделяют ML-инженеров, выделяют data-аналистов, выделяют ML-ресерчеров и так далее. Но вот пока что, наверное, самый устоявшийся все-таки это data scientist, такой собирательный образ. Хотя, мне кажется, data-инженеры очень сильно уже тоже выделяются. С точки зрения ML-опса, там идея все-таки в том, как и в DevOps, да, что это не должны быть разные люди. Это могут быть разные роли, но очень здорово, когда один человек умеет в эти роли. Когда один специалист может пройти путь от того, чтобы придумать какую-то фичу, вытащить для нее новые данные, обучить с ее помощью модель, провалидировать, втащить этот код в сервис, задеплоить сам этот сервис, провести обе-тестирование, подготовить отчет и об этом рассказать. А не будет он на этапе вот этого пути постоянно тратить время на то, чтобы взаимодействовать с data-инженером, чтобы подвезли ему новые данные, потом взаимодействовать с ML-инженером, чтобы за его код завернули в Docker-сервис, а потом еще с какими-то сис-админами, чтобы этот сервис раскатали куда-то, а потом еще как-то нужно настроить мониторинг. Мне кажется, когда человек представляет, что это в принципе под силом совместить в рамках вот этих ролей и обрести умение с этими ролями работать, он становится очень важным и очень ценным специалистом. Второй слайд это мой любимый, это вот прям я обожаю вот эти диапазоны, потому что я всегда, когда вот их показывают, я спрашиваю, скажите, вот по идее мы же с вами разбираемся в данных, то есть по крайней мере мы понимаем основы статистики. Когда вам показывают некоторый разброс случайной величины и говорят, смотрите, вам нужно принять одно решение, вам нужно как бы одну точку описать, вам что это этот разброс говорит? Вы все понимаете, что конечно нет. Статистика и разбросы и диапазоны работают только когда это множество-множество точек. Вот я, например, понимаю, как человек, какой-нибудь менеджер, руководитель, который отвечает за фонд оплаты труда там из нескольких миллионов рублей, вот ему эти цифры реально полезны, потому что у него начинает работать закон средний, когда там ему нужно нанять 10, 20, 30, 50 человек, то в принципе ему не так важно, сколько будет получать каждый, главное, чтобы в среднем все сходилось. Но когда вот такие цифры обсуждают с теми, кто устраивается на работу, я всегда говорю, зачем вы на них смотрите, на эти цифры, вы будете представлять собой вот одну точку, вам могут заплатить больше этого диапазона, вам могут заплатить меньше этого диапазона, вы не смотрите вообще на него, вы должны лучше понимать скорее, как вам продавать ваши навыки и умения, ну для этого, ну должны эти навыки и умения получить, а потом научиться их продавать. И в основном, мне кажется, это будет определяться и тем, что вы умеете, и как вы можете это преподнести, а не тем, что вот медианы 170, значит, не знаю, я что-то сделаю и буду получать 170. 170, кстати, по-моему, достаточно уже скромное такое значение для, понятно, что человек с опытом, с большим опытом, скорее всего. Но вот этот слайд всегда входит в стандартные слайды открытого урока, и я всегда говорю, спрашиваю у продюсера курса, можно я здесь буду высказывать свое мнение, которое может быть не очень популярное? Да, конечно, говори, вот мое мнение. Лично, мое мнение таково, лично тому, кто принимает решение о том, принять офферы или нет, вот эти распределения ему не знаю, как они могут помочь, грубо говоря. Если вам не нравится то, что вам предлагают, лучше ищите лучшие предложения, все, и не смотрите вы на эти диапазоны, они, мне кажется, будут только смущать, иногда даже искусственно ограничивать. Я, кстати, уверен, что эта речь могла спровоцировать какие-нибудь вопросы. Мария говорит, согласна со мной по поводу дейта-сайентиста, очень сожалеет, что нас не слушают HR. HR, если вы есть в чате, напишите плюс. И у Марии есть опыт, как раз, что, имея такие знания, она общалась с HR, и было сказано, что слишком умная, слишком много знает, и никому не нужен такой специалист, нужны специалисты только узкого профиля. Мария, не надо общаться об этом с HR. HR не понимают вот этой проблемы. Эту проблему понимают менеджеры, которые уже видят, как много времени их людей уходит на коммуникацию, им бы очень... А менеджеры должны отвечать за время доставки фичей. Поэтому менеджерам всегда интересно, чтобы фичи катились как можно быстрее. Я в свое время, вот как человек, который долго был именно на руководящей позиции, я понял, что один из способов этого достичь, это уменьшить количество коммуникаций в команде. Как это можно сделать? Нужно стараться максимально делать так, чтобы один человек мог сделать задачу от начала до конца. Все. После этого я понял, о, отлично, давайте сейчас мы пойдем, будем изучать Кубернетус, Докеры, Спарки. Да, естественно, сначала было некое недопонимание, а что это мы дейта-сайентисты, мы вот Джупайтеры, все, больше нам ничего не надо. Здесь потом втягиваются, потом люди втягиваются. Вот, поэтому, Мария, не считайте, что тот опыт, который у вас был, это как бы описывает всю ситуацию на рынке. Вы общались с каким-то одним конкретным человеком, он высказал свое мнение, вы не обязаны с ним соглашаться, общайтесь с большим количеством людей. Игорь пишет комментарий, в будущей зарплате недопрогноз хуже, чем перепрогноз. Сложная мысль, это, наверное, Игорь отсылает к тому, что есть очень специфические метрики задачи хрегрессии, которые штрафуют сильнее за недопрогноз, чем перепрогноз. Такая тонкая отсылка. Вот, я надеюсь, Игорь, я правильно считал, я думаю, что остальные участники тоже. Но прогнозировать здесь, здесь, мне кажется, это не прогноз, это не прогноз. Есть же всегда ощущение уровня, который вам комфортен, а дальше вы никогда ведь не согласитесь на меньшее. Значит, вас интересует просто попытка от этого уровня подняться как можно выше. Так, Мария пишет следующий комментарий. До менеджеров не дойти сквозь HR-ов. Ну, как, это следующий этап, да, то есть у специалистов отдела кадров тоже вот рекрутеров есть своя задача, им нужно делать аккуратный, правильный прескрининг. И они берут на себя часть. Но обычно просто здесь как, с HR-ом надо обсуждать HR-ные вопросы, поговорить о бехеверсе, о целях компании, о стратегиях компании, об их подходе к найму, об их процессах, какие в компании приняты системы компенсации. То есть, мне кажется, с HR-ами надо больше стараться говорить о том, о чем они хорошо разбираются, о том, о чем они плохо разбираются сказать. Ну, а эти вопросы, мне кажется, лучше обсудить будет с нанимающим менеджером. Как выйти на менеджеров? Пройти первый прескринин HR-ов. Ну, там два этапа же, да, то есть мы сейчас вряд ли это превратим в карьерную консультацию, но мне кажется, этап номер один, это должно быть правильное CV, чтобы очень быстро, сканируя ваше CV, специалист отдела кадров мог найти то, что нужно, потому что, ну, у него там, 5 секунд на CV-шку или минуты на CV-шку, он должен очень быстро найти. А второе, это в ходе прескрининга понять, вот что ожидается и поговорить с ним на его языке. Все, дальше, ну, не получится пройти на следующий этап общения с менеджером, не получится, получится, получится. Так, Игорь подтверждает, да, благодарю за вебинар. Ну, и в принципе, да, вы правильно поняли, что мы потихонечку подходим уже к концу. Про требования работодателей. Вы знаете, я здесь тоже могу отдельно говорить, я обычно говорю так, не читайте, что там в навыках, вообще не читайте, потому что, к сожалению, к сожалению, иногда туда просто вписывают все, что знают, это страшно, это ужасно смотрится. Читайте, что надо делать, не читайте, что от вас ждут, читайте, что надо делать и думайте, интересно вам или нет. Это такой вот мой личный совет. Я, конечно, его, учтите, говорю с позиции своего опыта 15-летнего. Возможно, если вы там совсем начинающий специалист, ну, стоит обратить внимание и прочитать, но если там написано очень много всего и много аббревиатур, и много каких-то непонятных обозначений, скорее всего, просто что вспомнили, то и написали, и на самом деле ничего туда не закладывали. Немножечко о курсе, да, официальная наша дата старта 29 ноября, у нас будет первое вводное занятие, но у нас будет следующий открытый урок, и он явно будет не 61-й, прошу прощения, потом у меня он будет 16-й, 16-го ноября. У меня, похоже, руки скользнули на клавиатуре и мысли бежали впереди. Мы продолжим тему эволюции Pandas API и после Daska и его дистрибьютор-режима поговорим немножко о его очень близком брате Spark, который тоже дает нам, ну, сильно раскрывает, скажем так, наш потенциал, а при этом тоже пытаются мимикрировать под Pandas. Буду рад, если вы заполните опрос по сегодняшнему занятию. Дело в том, что для нас очень важно понимать, правильно ли мы преподносим материал, я и коллеги моего курса, поэтому после каждого вебинара у нас всегда есть вот такие небольшие опросы, которые мы предлагаем заполнить и всегда смотрим на результаты этих опросов, на что, что люди пишут, для того, чтобы понять, а что было правильно построено в вебинаре, что неправильно. Там есть просто баллы, но кроме баллов там есть еще поле для свободной открытой связи, обратной связи, и я всегда приглашаю, если вам что-то понравилось, напишите, что понравилось, просто это означает, что этого надо делать больше. Если вам что-то не понравилось, напишите, что не понравилось, поэтому эта обратная связь, она может быть как подкрепляющей, вы говорите, что, а мне вот именно этот раздел вебинара очень понравился, я считаю, что такого должно быть больше. Или наоборот, корректирующий, вы говорите, А вот этот раздел, причем в отзыве можно написать и то, и другое, что понравилось и что нет. А вот этот раздел мне не понравился. Я считаю, что такого должно быть меньше или такого не должно быть вообще. Оно зря занимает время. Буду рад за ваши конструктивные отзывы. А сейчас у нас как раз мы подошли к концу для того, чтобы сильно не задерживать тех, кто планировал с нами побыть только полтора часа. Я же, в принципе, пока не отключаюсь. Я готов еще ответить на ваши вопросы и предлагаю использовать вот тот самый прием. Если у вас есть какой-то вопрос, но вы его еще просто не сформулировали, вы просто черканите плюс в чатик. Это означает, что сейчас-сейчас-сейчас надо подождать. Вы подумайте, вы его сформулируете. Если у вас нет вопросов, напишите просто в чат минус. Я по количеству минусов пойму, что мы просто ждем друг друга. Знаете, бывает так интересно, что люди думают, а вдруг надо посидеть еще и какой-нибудь вопрос интересный зададут. Дай-ка я посижу, подожду. Вот с помощью таких плюсов и минусов я быстро проверяю аудиторию, не находимся ли мы в ситуации дедлока, когда все просто сидим друг друга ждем. Я жду, пока вы зададите вопрос, а вы ждете, пока вопрос задаст кто-то другой. Вам же большое спасибо за внимание, большое спасибо за отличные вопросы. Вот, мне понравилось, какая у нас получилась дискуссия любопытная в чате. Ага, Юрий говорит, спасибо, вижу ваши минусы. Давайте сейчас посмотрим вопросы или минусы от остальных. Андрей спрашивает, отличный вопрос, какая загрузка по ДЗ, часов в неделю ориентироваться? Я бы рекомендовал от трех, от трех в неделю. Ориентироваться на такую загрузку. Первые ДЗ-шки там попроще, следующие начинаются посложнее, там в среднем одно ДЗ на две недели выдается. Поэтому какие-то можно решить просто за один вечер, но какие-то вот надо будет посидеть чуть-чуть подольше. Поэтому я бы рекомендовал от трех часов в неделю. Спасибо вам, спасибо вам за отличные вопросы. Смотрю еще, мало ли, есть у кого-то плюсики. Вроде нет. А, вот вижу, вижу от тезки вопрос. Спрашивает Павел со стороны дейта инженера. СМЛ сейчас не связан, но хотел бы потянуть в этой области знания. Отличный вопрос, Павел. Я думаю, что тогда я бы вам рекомендовал заглянуть на курсы наших коллег в первую очередь, потому что если посмотреть по соседству с нашим курсом, есть именно базовые курсы по машинному обучению, ну или продвинутые по машинному обучению, или общая специализация. Здесь тоже не учат питону, здесь предполагается, что питон вы знаете, а именно что такое постановка задач, основные инструменты, основные библиотеки, основные приемы. В нашем курсе мы все-таки считаем, что человек это уже все знает. Поэтому я думаю, что более правильной траектории будет сначала ознакомиться. Если вы вот не представляете вообще, какими библиотеками, какими инструментами, какие задачи там решают, я бы рекомендовал посмотреть на курсы коллег, а потом возвращаться уже к нам, если вы теперь заинтересованы вопросом, а как это все теперь нормально развернуть впроде. Причем, если вы уже со стороны Data Engineer, вам будет знакома, например, та часть нашего курса, которая касается построения ETL процессов, шедулинга через Airflow, складирования всего. Мы не рассматриваем ДВХ тематику, то есть мы сразу на Data Lake идем, то есть S3 и HDFS Lake, потому что обычно ML-щикам не хватает почти никогда структурированных данных, они хотят с React целиком. Поэтому вот в вашем случае я бы посоветовал тогда глянуть сюда, потому что мы считаем, что тот, кто пришел к нам, он вот, по крайней мере, Machine Learning Basic уже знает. А вот ту часть, которую я дается, я сказал, вам уже знакома. Ну вот развертывание в Кубернетусе, вализация модели, вот это вот новое, но ML-знания там точно помогут. Спасибо, спасибо за правильный вопрос. Он как раз позволяет правильно управлять ожиданиями. Так, я смотрю, есть ли еще. Вроде бы больше нету. Тогда еще раз вам большое спасибо за хорошие вопросы, за интересную дискуссию. Если вам понравилось, приходите обязательно на следующий открытый урок. Ну и при желании записывайтесь на наш курс. Увидимся с вами тогда много раз в течение курса. Я желаю всем хорошего вечера и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok